Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 23 ноября, день Ераста. Он принадлежал к рику 70 апостолов Христовых. Ераст был учеником святого Павла. До того, как поверить в Бога, Ераст занимал должность городского эконома. Павел обратил Ераста в веру. Позже Ераст с Павлом начинают проповедовать христианство. Вместе они приехали в Иерусалим, где Ераст, оставивший государственную службу, стал жить в местной церкви. Считается, что он был епископом в Палестине и дожил до глубокой старости. В этот день была распространена традиция отправляться утром в церковь и приносить с собой хлеб с солью для освящения. Этим хлебом кормили домашнюю скотину, чтобы она была здоровее и легче пережила зиму. К этому дню на реках уже устанавливался лед, но он был еще не крепким. Охотники отправляются на промысл, а рыбакам еще приходилось ждать более устойчивой морозной погоды, чтобы ловить со льда. Сегодня без особой нужды из дома не выходили. Топили печь и собирались всей семьей за каким-нибудь домашним делом. Приметы. Если сегодня ветер дует, жди метели и похолодания. Если сильная ненасти в этот день случилась, рекомендовалось выйти на крыльцо и поклониться зиме, чтобы она перестала злиться. Сегодня не рекомендовалось отправляться в дальний путь. Вечером иней выпал, скоро будет обильный снегопад. Много снега выпало сегодня, зима будет теплой. Туман по земле стелится, ожидай оттепели. Если после мороза появится на деревьях иней, это к большому снегопаду. Если нищий в этот день помолится, попросит помощи, то Бог ему поможет. Возьмите на заметку. И если угостить человека, с которым находишься в ссоре, освещенным хлебом, то вскоре помиритесь. Сегодня мы у Николая Лукинского, любезно. Я напросился к нему в гости. Я давно уже ждал вас, Геннадий Петрович, и давно мы уже планировали встретиться. И я очень рад, что вы приехали на самом деле. И заметили, все, кто мне звонят, я первым делом говорю, у меня в гостях Геннадий Петрович Малахов. Спасибо, спасибо. Мне очень приятно. Коля, ты как спортсмен, победитель, король ринга, тебе, конечно, интересно будет узнать о целебных свойствах продуктов, для того, чтобы еще быть сильнее, еще быть моложе, и еще радовать нас своим юмором и также соперником кулаком. И просто мне очень нравится самочувствие, которое я имею благодаря занятиям спортом. Поэтому все, что связано со здоровым образом жизни, мне, конечно, очень интересно, близко, и хотелось бы знать побольше и научиться. Прекрасные, прекрасные порывы, прекрасные мысли у тебя. Дело в том, что действительно здоровье – это та платформа, которая обеспечивает успех в жизни, семейная, самореализация, творчество. И все, 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 все. Если не будет здоровья, толку не будет. И вот начнем с чаев. Многие пьют различные чаи. А здоровье начинается с воды. У нас примерно 80% воды. Насколько она будет здоровая? Ну, я не знаю. Тут у меня стоят, большая коробка чая стоит. Давай, давай. И просто, я откровенно скажу, не разбираюсь. Вот это мне подарили такие вот чаи, они просто вот разумные. Ну, очень хвалили, очень, значит, рекомендовали. А дикая вишня? Дикая вишня. Еще какой-то чай. Это какой-то ух, молотый ух. Энергия написана. Энергия, а, это травяные чаи. Наверное, травяные чаи. Восстановление, это очень хорошо. Липо, да, липо. На самом деле полезно, да, и сила. Липо и сила. Вижу, вижу сборку. А вообще коробка просто вот с черным чаем, который тоже мне подарили, кстати говоря, на Алтае. Но я вам скажу откровенно, вот мне что вот эти вот чаи, что вот эти. Я их все без особого как бы различия и без особого смысла. То есть, просто, вот меня когда спрашивают, черный чай или зеленый? Я всегда говорю, черный, потому что я зеленый чай просто не понимаю вкусу. То есть, как бы для меня питье чая, это с детства, я знаю, что надо пить чай. А все? Да. А какая польза вред от или вред от него, я, откровенно говоря, не знаю. Это прекрасно. Дело в том, что все чаи черный, зеленый, они обладают вяжущим, дубящим вкусом. И когда человек пьет их постоянно, что происходит? Происходит, что наши сосудики, по которым течет, естественно, водичка с чая, они начинают приобретать жесткость. И если это повторяется в течение десятков лет, естественно, ну, у всех, естественно, становится черствыми, и ничего удивительного нет тому, что… В смысле, жесткие становятся соседки насуды, да? Да, жестковато. Именно от черного и зеленого чая, которые выдают вяжущим вкусом. Сильным вяжущим, терким вкусом. Получается, что сосуды перестают реагировать на эмоциональные какие-то потрясения, они перестают реагировать на погоду, то есть не расширяются, не сужаются. И когда человек заволновался, давление поднимается, сосуды должны расшириться, они не расширяются. И происходит что? Человек чувствует, ему больно, в висках кровь тучит. И иногда они и лопаются, и получается инсульт, инфарк. Ну, если это вредно, да, вот это такое состояние засудов, оно вредно, да? Поэтому, если… Задубевшая, конечно. Поэтому важно и сделать мягкими, эластичными. Оказывается, такой микроэлемент кремний, который находится в некоторых растениях, он как раз… Не, 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 ни в коем случае это не выбрасывать, это свои специфические чаи. Вот, а я предложу чай из Иван-чая. Извините за коломбон, чай из Иван-чая. Это кипри. Очень удивительно. Да, да, такое имя чай здесь. Да, ну, другое название кипри. Она такая, знаете, розовая метелочка у нее имеется. И самое интересное свойство, что это чай. Кстати, мы сейчас его и заварим, и попробуем. Так. Индивидуальная мера как раз. Да, да, да. Опа! И, кстати, вот я здесь заварю, но лучше всего заварю. Это… Подкрышечка. Подкрышечка и посуде глиняной. Глина еще дает дополнительные свойства. Заливаем. 27-е лунные сутки. Гравитационная энергия этих лунных суток сильнейшим образом возмущает водную оболочку нашей планеты, что вызывает наступление самых больших приливов в мировом океане. В человеческом организме происходит волнение, жидкость и меняется настроение. Чтобы дополнительно не дать нагрузку организму, проявите в это время умеренность в питании, физической нагрузке. Да во все. Из очистительных процедур особенно хорошо подходит парная. Рекомендуется медитация на волнующие вас темы. Можно получить интересующие вас ответы. В зеркало лучше не смотреть. Негатив из тонкого мира нам не нужен. Не будьте рассеянны. И во время прогулки смотрите под ноги, чтобы не поранить ступни. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!